в данном уроке мы обработаем вот эту фотографию так я закрою мешающую панель закрылась нас первого раза ничего страшного переходим к вкладке основные можно взглянуть на гистограмму и давайте сперва поменяем баланс белого доверимся автоматике в принципе оттенок получился почти такой как нужно я чуть-чуть сделаю немножко буквально холоднее совсем чуть-чуть ну а коррекцию тона давайте попробуем нажать автомат в принципе получилось неплохо разве что экспозицию мы немножко все-таки прибавим и света я наоборот сделаю еще меньше чтобы у нас проявилось небо также тени немножко увеличу точку белого оставлю примерно так как нам сделал ее автомат с точка черного смотрите аккуратнее чтобы не было сильно провалов видите начинает появляться провала немножко прибавлю четкость помните для женских портретов четкость сильно увеличивать не стоит забыл выключить сигнализатор 20 будет вполне достаточно немножко прибавлю сочность давайте сравним с оригиналом вот такая уже интересная картинка у нас выходит в принципе можно так оставить мне очень нравится данная фотография но некоторые захотят сделать тонирование фотографии с тонирование фотографий сейчас очень модно тонировать или нет решать вам давайте произведу простейшие тонирования когда мы светлые области красим в теплые оттенки здесь солнце закатная поэтому я поставлю такой вот желтоватый оттенок ну а тени давайте покрасим холодные оттенки но обязательно чтобы это было с противоположной стороны цветового круга вот такое тонирование мы получили давайте еще раз сравним с оригиналом вышло довольно неплохо но тонировать или нет конечно же решать вам меня вполне устроит вот эта фотография итак на этом данный урок я заканчиваю в данном уроке мы займемся обработкой вот этой фотографии итак сперва я посмотрю что мне в ней не нравится ну во первых мне не нравится горизонт мы его поправим зайдем в инструмент кадрирования и выберем выпрямление далее просто проведем эту линейку по линии горизонта горизонт у нас выправился нажимаем готово чтобы применить результат так давайте немного приблизим масштаб и уберем эту панель так проходим во вкладку в основные баланс белого меня здесь полностью устраивает так давайте поработаем с тоновой коррекции я немножко уменьшу экспо коррекцию немного прибавлю контраст что мы сделаем с светами так света мы немножко начнем наверное убавлять потому что мы хотим проявить небо и убавим их наверное до 80 85 процентов заметьте как у нас сразу проявилось небо в тенях у нас есть они большие некритичные провалы найти их осветлим так будет хорошо точку белого также поднимем что делает наш снимок более ярким и немного проявим детали в самых темных областях для этого я уменьшу значение точки черного далее мы немного поднимем четкость помните в данном случае сильно этого делать не нужно и добавлю в сочности есть главное тоже чтобы не было передоза 45 будет достаточно так а я все-таки хочу сделать вернуть нам облака потому как общая картина меня пока устраивает но облака у нас опять пропали для этого воспользуемся градиентным фильтром я растяну его до линии горизонта и начну убавлять экспозицию это через чур так будет достаточно можно в принципе поработать светами но не сильно поставим их вот так далее применяем действие и у нас получается уже вот такая картинка давайте сравним с оригиналом получается очень даже неплохо далее спускаемся ниже и поработаем с данной вкладкой оттенок насыщенность светлота мне больше нравится работать с вкладкой цвет тут представлены все те же самые инструменты но они собраны рядом так я хочу сделать кожу на немного ярче я именно так вижу данную фотографию поэтому так кожи у нас будет относиться либо красный либо оранжевый цвет давайте попробуем поднять светлоту красного никак не повлияло теперь идем к оранжевому здесь у нас начало уже получаться помните передозов быть не должно я подниму до 58 процентов немного увеличу масштаб чтобы контролировать девушку поближе сравним с оригиналом немножко убавлю что еще здесь можно сделать я хочу немного проявить сзади моря поэтому я понижу светлоту синего цвета помните здесь тоже должно быть без передозов поэтому я оставлю 40 процентов давайте немножко вернемся вверх во вкладку основные и посмотрим не переборщили ли мы с четкостью немножко переборщили поэтому мы на общей картинке поднимаем четкость затем воспользуемся кистью коррекции включаем режим наложения для выбранных закрашиваем кожу девушки это можно сделать прямо с купальником ничего страшного и теперь берем галочку и понизим четкость понизим до минимума давайте немного увеличим масштаб посмотрим что у нас получается получается пока очень даже неплохо применяем данный эффект и смотрим на общую фотографию в сравнении с оригиналом здесь также можно применить фотографии тонирования повторюсь еще раз применять тонирование или нет решать вам но я бы сделал вот такое тонирование то есть я бы поменял оттенок но сделал бы это только в светах конечно же без передоза поэтому такого значения будет вполне достаточно и так давайте сравним еще раз с оригиналом получилось очень даже неплохо так на этом данный урок я заканчиваю ну и для закрепления всего обработаем еще одну подобную фотографию взглянем на гистограмму она у размазана и есть небольшой всплеск итак переходим вкладки основные данное фото сделано на закате поэтому я хочу сохранить вот такой вот теплый даже очень теплый оттенок баланс белого здесь абсолютно в норме поэтому трогать мы его не будем лицо девушки у нас немного в тени поэтому для начала мы поднимем общую экспозицию но не сильно можно немного сбавить контраст этого делать необязательно далее поработаем с цветами я приближу фотографию чтобы видеть что происходит света особо на лицо не влияет поэтому пока их оставим на нуле а у тени нам необходимо проявить поэтому мы двигаем бегунок в плюс вот до такого положения давайте сравним с оригиналом вся картинка теперь у нас стала светлее этого нам не нужно поэтому мы это исправим но они сейчас нам главное пока поработать с девушкой давайте поднимем четкость пока оставим в таком положении если что немножко убавим и добавим сочности получается вот такое изображение так у нас оттенок кожи очень даже реальный все хорошо но посмотрим фотографию в целом теперь а меня не устраивает общей экспозиции фотографии поэтому здесь я маленько поработаю с радиальным фильтром им я выделю только девушку и произведу затенение остальной области для этого экспозицию я понижаю помните главное чтобы не было видно четких границ поэтому оперируйте инструментом растушевка заметьте если растушевка у вас будет маленькая то граница будет отчетливо видно чего нам не нужно поэтому растушевку делаем такую чтобы граница была не видно так применяю давайте посмотрим сравнение с оригиналом обратите внимание мы как бы достали девушку из тени так что мы сделаем дальше дальше я хочу усилить вот этот теплый оттенок немножко и немного проявить море это мы сделаем во вкладке цвет для проявки моря как вы наверное уже поняли мы воспользуемся синим и уменьшим его в светлоту так будет достаточно и произведем небольшое тонирование но тонирование будет заключаться в том что мы лишь добавим теплого оттенка и только в света вот такой оттенок мне нравится ну и теперь понизим интенсивность этого достаточно давайте сравним фотографию с оригиналом получилось очень даже хорошо давайте взглянем на фотографию как она есть и здесь возможно не помешает выпрямить горизонт вот такую очень интересную фотографию теплую закатную мы получаем на этом данный урок я заканчиваю в данном уроке мы обработаем вот такую фотографию а также произведем с ней тонирование но тонирование более сложное и так а давайте приступим и уберем данную панель чтобы она нам не мешала хотя я маленько увеличу масштаб итак нам необходимо произвести тоновую коррекцию но давайте сделаем это не при помощи данных ползунков которые мы уже привыкли а при помощи тоновой кривой в данном случае мы создадим s-образную кривую так я хочу добавить две точки и немного сдвинуть диапазон здесь 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 вот так вот далее хочу поработать с кривой но в каждом канале по отдельности здесь здесь я тоже добавлю две точки и немного добавлю красной составляющей в цветах и чуть-чуть сбавлю ее в тенях так а с зеленым цветом мы работать не будем потому что он нам ничего хорошего не даст в данном случае поработаем синим цветом здесь также создам две точки но поработаю уже синим цветом в средних тонах вот так давайте сравним с оригиналом мы получаем уже вот такую более теплую картинку данное фото было сделано почти на закате поэтому я решила сделать вот таким пока более теплым итак с кривыми мы поработали давайте вернемся во вкладку основные здесь здесь я хочу поднять общую экспозицию ну совсем немного вот так и увеличить четкость сочность мы трогать не будем и я даже хочу убавить немного насыщенность итак а мы двигаемся далее и переходим к вкладке цвет здесь поработаем с двумя цветами это красный и оранжевый возможно еще желтый я хочу сместить оттенок красного в сторону оранжевого где то вот так насыщенность трогать не буду и прибавлю светимости то есть светлоты давайте сравним с оригиналом оранжевые так оранжевый мы к желтому не будем двигать к красному тоже поэтому мы также поднимем светлоту на это же значение так ну и как решили уже желтый трогать не будем далее идем во вкладку раздельное тонирование оттенок в светах мы делаем примерно вот такой теплый теплый цвет но не такой насыщенный маленькая насыщенность мы убавим убавим отлично давайте теперь сравним с оригиналом так а вот оттенок в светах я хочу сделать прямо сильно такой холодный и насыщенный прямо вот такой но я поменяю баланс вам покажется что ничего не изменилось как будто бы я не трогал данный бегунок но на самом деле обратите внимание это не так вот насыщенность 0% вот насыщенность 100% давайте сравним еще раз с оригиналом далее мы поработаем еще с одним инструментом который предназначен немного для другого но как я уже говорил в теоретической части им можно неплохо тонировать переходим инструмент калибровка камеры давайте поиграем с бегунком тон можно добиться очень интересных эффектов я отведу его в плюс примерно вот до такого значения а теперь поработаем с оттенком для каждого канала в отдельности итак я хочу оттенок красного сместить в сторону оранжевого давайте сделаем так я отменю пока все действия и создам снимок сессии 1 чтобы нам сравнивать не с оригиналом а с данной промежуточной обработкой так оставим 30 32 будет вполне достаточно здесь порядка 40 насыщенность также прибавим надеюсь вы обратили внимание во вкладке основные мы насыщенность не трогали а даже уменьшили и теперь мы работаем с каждым каналом в отдельности то есть насыщаем каждый цвет в отдельности итак переходим к зеленому здесь я сдвину его в плюс а вот насыщенность я маленько уберу и поработаем теперь с синим цветом вот такую интересную тонировку мы теперь получаем давайте сделаем снимок сессии по моему очень даже неплохо и сравним это все с оригиналом по моему вышло очень даже хорошо и в конце я бы хотел затенить края кадра но делать это будем не полюбившимся нам радиальным фильтром а вкладкой эффекты то есть винетирование так растушевку поставим на ноль чтобы видно было результат действия и теперь растушевку ставим на максимум вот так будет очень даже неплохо давайте сравним с оригиналом и вот у нас получился просто отличный результат на этом данный урок я заканчиваю для закрепления обработаем еще один жанровый портрет давайте посмотрим на гистограмму она у нас смещена влево переходим в вкладки основные и поработаем с экспозицией я немного произведу экспокоррекцию в знак плюс чтобы у нас свет не выбивал вот эту зону я отведу света в минус вытащим информацию из теней для этого тени в плюс делать это сильно не нужно иначе фотография получится очень плоской ставим вот так белый немного убавлю и на точку черного отведу в минус чтобы фотография была более контрастной так как подчеркиваются темные детали в самых-самых темных областях подниму четкость подниму так довольно высоко это конечно плохо скажется на лице женщины но мы локально потом его понизим сочность я также прибавлю отлично далее идем во вкладку цвет и поработаем с цветами так здесь я поработаю с желтым цветом сейчас я маленько увеличу масштаб заметьте я хочу сделать чтобы листва смотрелось немного более зеленые для этого я чуть-чуть перетяну оттенок цвета желтый в сторону зеленого и хочу немного понизить насыщенность желтых оттенков я хочу чтобы эта стенка которая имеет много желтого оттенка была не так сильно насыщена и светлоту желтого я тоже немножко убавлю далее поработаем с зеленым оттенком если мы двигаем зеленый в плюс то зеленый становится более холодным ближе как в амарину поэтому мы сдвигаем его в сторону желтого цвета чтобы он смотрелся натуральнее насыщенность зеленого цвета мы поднимем и светлоту немного уменьшим так будет сильный передоз это мы уменьшим вот настолько хорошо так давайте вернемся к лицу женщины в принципе на фотографии изображена пожилая женщина и поэтому лицо у нее должно быть с морщинами то есть если мы хотим показать морщины на лице тогда нам не нужно больше трогать вкладку четкость если мы хотим забелить немного кожу то есть сделать ее более мягче тогда необходимо четкость понизить здесь я наверное так все оставлю давайте посмотрим что у нас получилось в конечном итоге по-моему вышло очень даже неплохо на этом данный урок я закончу а в этом уроке мы займемся переводом данной фотографии в черно-белое перевести в черно-белое можно несколькими способами но в итоге правильный способ в Lightroom всего один правильный перевод в черно-белое это не просто удаление информации о цветах говоря иначе для получения качественной черно-белой фотографии мало просто ее обесцветить необходимо поработать со светимостью разных цветов по отдельности допустим необходимо поработать с синим цветом в отдельности с оранжевым и зеленым также с прочими цветами итак давайте для начала мы просто обесцветим эту фотографию для этого я просто уберу насыщенность до минимума для того чтобы было с чем сравнивать я сохраню с ним аксессии а назову просто один теперь я делаю сброс итак для этого переходим во вкладку HSL цвет градации серого убираем пункт градации серого фотография наша принимает опять же черно-белый вид и данный инструмент уже автоматически поработал с каждым цветом в отдельности как он поработал мне не очень нравится поэтому мы будем некоторые цвета переделывать но для начала мы вернемся к вкладке основные и поработаем немножко с экспозицией я подниму экспозицию примерно вот до такого значения а в данном случае я это сделал для того чтобы вытащить девушку также я могу здесь поднять четкость работать с цветами тенями белыми и черными мы не будем хотя мы могли бы вместо экспозиции просто вытащить девушку поработав с тенями но от этого картинка сразу становится более плоской теперь я хочу вернуть экспозицию всего снимка в старое положение для этого я воспользуюсь радиальным фильтром я выделю девушку и уберу экспозицию в минус здесь же можно немножко поднять тени ну совсем чуть-чуть если мы переусердствуем то снимок у нас будет смотреться немного плоско поэтому 10-15 процентов будет достаточно также немножко повышу четкость всего что вокруг теперь самое время применить результат и вернуться к вкладке градации серого так пока я немножко увеличу масштаб оставлю так здесь я хочу немножко осветлить кожу поэтому мне придется поработать с оранжевым так как цвет кожи ближе к оранжевому я прибавлю значение порядка 40 процентов в минус далее если на снимке есть синее небо то я считаю правильным его немного затенить для этого синий в минус не делайте до 100 процентов так как это будет передоз такое действие будет сильно заметно по краям поэтому мы синего добавим порядка 80 процентов в минус то же самое с аквамарином потому что оттенок неба может быть разным далее я хочу подсветить желтый и зеленый так как у нас в кадре есть зелень я хочу поднять ее светлоту обратили внимание что у нас сразу меняет цвет трава на заднем фоне также зеленый также влияет на цвет травы ставлю примерно вот так теперь давайте сделаем снимок сессии и сравним наши результаты в данном случае мы просто убавили насыщенность а в этом случае мы поработали с каждым цветом в отдельности думаю результат налицо ну и последним шагом если вам конечно это необходимо можно эту картинку тонировать тонировать можно не только цветные изображения но и черно-белые а легкое тонирование придаст особое настроение любому черно-белому снимку главное сильно не переусердствовать итак тренируйтесь дерзайте ну а я заканчиваю данный урок так